Устроенное в парламенте Канады 22 сентября так называемое чествование 98-летнего бандеровца Ярослава Гунько, я напомню, он служил добровольцем в дивизии СС Галичина, всё это сопровождалось овациями премьер-министра Трюдо, спикера, депутатов Палаты общин, приглашённого западного дипкорпуса, включая, что характерно, посла Германии, всё это продолжает вызывать возмущение и осуждение даже среди ближайших союзников Канады. Конечно, этого никак не ожидали канадские правящие либералы. Я вижу, что это всё застигло их врасплох. Сам Трюдо оправдывается, что был как бы не в курсе инициативы спикера, а спикер сразу же покаялся, и теперь вот он уже не спикер. Команда премьер-министра Канады принялась чистить интернет, чтобы скрыть компрометирующие кадры. Смешные люди. В неведении главы правительства его правой руки вице-премьера Христи Фридланд внучки бандеровца Михаила Хомяка не верятся в принципе. То есть они вообще не знали, кому они аплодируют, как они тогда стороной-то управляют. Но самое главное другое. Они не просто знали. Они же являются идеологами этой самой компании поддержки бандеровцев, представителей ООН-УПА, Галичина СС, как непосредственно участников этих преступных структур, так и их последователей. Они же спонсируют все эти структуры в их современном обличии на Украине. Они отправляют туда финансовую помощь. Они оказывают информационно-политическую поддержку. А теперь, оказывается, они не знали. Как удобно. Они знали, что они делают. Они делали это много лет. Они просто в этот раз переусердствовали в русофобии. Они оскорбили не только нас, что делают регулярно, но и оскорбили память жертв Холокоста, антипольского массового террора. Хотя я только не понимаю, почему, когда чествования происходят на территории Украины, тех же самых СС Галичина и бандеровцев, почему тогда не оскорбляется память жертв Холокоста? Почему же? Или это вопрос географии? То есть, если на Украине проходят факельные шествия, если идут с портретами Бандера и Шухевича, если героями называют участников ООН, УПА и выплачивают им пособия, это нормально с точки зрения западной логики. А если все то же самое происходит, например, в Канаде, и при непосредственном участии канадского руководства, это не очень хорошо. В чем же критерий? Где же стандарт? Трюдо и его окружение пытаются сейчас перевести стрелки, заявляя, что произошедший результат русской пропаганды и дезинформации. То есть как? Это русские, что ли, приглашали вот этого Ярослава Гунько? Русские справочные материалы писали для Трюдо, для того, чтобы он принял решение об участии в этой нацистской вакханалии? Это русские газеты, что ли, много лет прославляли Зеленского в Канаде и писали здравице канадской позиции по поводу киевского режима? Это что такое вообще Трюдо позволяет себе? О чем он вообще? Выглядит настолько нелепо и неуклюже, что в самой Канаде некоторые журналисты, ну точно не русофилы, призывают не отрицать реальность и дать справедливую оценку тому, что творит нынешнее канадское правительство. В свете гуляющих по интернету позорных восквалений Ярослава Гунько, как украинского и канадского героя. Ветерана даже написали Второй мировой войны, который боролся за украинскую независимость от русских. Это так написано во многих средствах массовой информации. А ныне вдохновляет ВСУ. Так вот, давайте опираться на общеизвестные факты, как в Канаде пригрели и опекали палачей-карателей из дивизии СС Галичина. А ведь этих фактов предостаточно, в том числе и потому, что мы их публиковали. МИД России и наше посольство в Оттаве неоднократно рассказывали о преступлениях этого нацистского формирования, его истории, его релокации в Канаду после поражения Третьего рейха, о роли потомков бандеровских последователей, которых просто приютили, а на самом деле просто выкормили, откормили и перенаправили англосаксы, в том числе и в Канаде. Эти материалы рассказывают о становлении ультра-нациалистического режима в Киеве. Я ссылки обязательно добавлю в текст сегодняшнего брифинга, на те все опубликованные материалы, которые имеются. 14-я добровольческая дивизия СС Галичина была сформирована, напомню, в 1943 году. Сформирована была она из числа украинских ультра-националистов, ОУН УПА. Они занимались истреблением мирного населения. Это была их задача. Они не просто воевали, они изничтожали русских, белорусов, украинцев, поляков, евреев. Непосредственно в боевые действия с наступающей Красной Армией подразделение вступило летом 1944 года, когда дела у гитлеровцев пошли совсем плохо. В частности, Галичину бросили в бой под Бродами, где большая часть дивизии попала в котел. Ее потери убитыми и ранеными составили около 60% личного состава. Остатки отступили вместе с Мермахтом и впоследствии принимали участие в подавлении Варшавского и Словацкого восстаний. Они боролись с югославскими партизанами в январе 1945 года. То есть фронтовая жизнь этого подразделения, которому в Канаде поставлены, кстати говоря, памятники, а не только аплодисменты раздаются, получилась очень короткой и очень позорной. Преуспели каратели в зверствах и расправах над мирными жителями, и этому есть огромное количество исторических свидетельств. Опять же, ссылки на все это поставим в тексте сегодняшнего брифинга. Сегодня Канада, как известно, находится в авангарде тех, кто на Западе активно фальсифицирует историю Второй мировой войны. Геризация нацистских преступников в этой стране посвящен большой раздел доклада Министерства иностранных дел России о ситуации с геризацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Этот доклад был опубликован в августе 2022 года. Прочитайте. Я, кстати говоря, Трюдо, который обвиняет Россию в дезинформации на этот счет и говорит о том, что все, что произошло с ним, это результат российской пропаганды. Я Трюдо тоже рекомендую почитать наш доклад, который уже как год находится на сайте Министерства иностранных дел России. Пусть ему Христи распечатает. Много интересного Трюдо найдет по данной теме. Он немного просветится. Он хотя бы поймет, в чем сейчас обвиняют канадское правительство. Хотя я абсолютно уверена, он знает, он просто делает вид, что не знает. Русофобия достигла такой клинической стадии, что нынешними союзниками в борьбе с Россией готовы объявить даже формирование СС. Более того, Канада финансирует и тренирует идейных наследников Галичины в составе ВСУ. Это же тоже факт. Никто это даже и не скрывает. Канадские парламентарии горячо аплодировали телекарателю, который присягнул на верность Гитлеру, который сражался с русскими. В палате общины не нашлось ни одного народного избранника-антифашиста, который бы покинул в зал знак протеста против предательства собственной истории и памяти десятков тысяч канадцев, которые погибли в войне с германским нацизмом. А ведь эти парламентарии знали заранее повестку мероприятия. Вывод один. Русофобия и либеральный фашизм, которые идут просто нога в ногу, возвинны в ран государственной идеологии в Канаде. Чествование нацистов, отрицаемое задним числом премьером Трюдо, как некая российская пропаганда, наглядное тому подтверждение. И подход у коллективного Запада стандартный. Если не знаешь, как обвинить и кого обвинить, и в чем обвинить, сразу обвиняя Россию во всем, все спишется, все можно. Это уже не смешно. Это трагедия современного западного сообщества и всех тех, кто ему присягает. Это очень симптоматично, что в канадской правящей элите русофобия передается по наследству. Упомянутая Христе Фридланд просто воспевает, не то что стыдится или как-то пытается отмежеваться, но она воспевает память о своих героических корнях. Кто такой ее дед? Мы об этом неоднократно писали. Он в период гитлеровской оккупации Польши издавал в Кракове, а затем в Вене газету «Краковские вести». Что же это за газета такая? Она не просто обслуживала нацистский режим оккупационный. Эта газета была отобрана у польско-еврейского издателя Мойши Кафнера. Что же сделали с Мойшей, когда у него отобрали эту газету? Правильно, его уничтожили. Его уничтожили вместе со всей семьей в концлагере «Белжец». А газету начали издавать уже под нацистов, потому что курировали ее нацистские спецслужбы. Она использовалась как рупор пропаганды Рейха. И вот этим всем занимался дед Христи Фридланд, который сейчас является вице-премьером канадского правительства. Вы что еще верите, что они не знали, кого они приглашают в канадский парламент? Вы верите, что это просто председатель канадского парламента дал осечку? Да какая же это осечка? Это целенаправленная многолетняя политика канадского эстеблишмента. Мне просто интересно. А теперь, вот теперь-то кто-нибудь в Канаде из внуков, правнуков, те, кто сражался с гитлеровской машиной смерти, сможет что-то сказать, и голос хоть как-то прозвучит? Может, статью кто-то напишет? Может, выступит в том же самом канадском парламенте? Я вот сейчас смотрела утром, канадский парламент срочно, срочно начал оправдываться, причем законодательно что-то такое разрабатывать, принимать какие-то заявления. Неужели они думают, что какой-то бумажкой они смогут прикрыть многолетнее спонсирование политически и материально коллаборационизма, гитлеровского коллаборационизма? Нет, это системная работа должна быть, глубинная. Это передача трибуны от коллаборационистов и всех тех, кто присягнул фашизму, антифашистам. Это материальная политическая поддержка антифашистских движений в Канаде. Это полностью покаяние в содеянном и отказ от этой самой нацистской идеологии, которая пронизывает канадский истеблишмент. Кстати, что самое фантастическое в этой истории, это реакция США, Британии и Франции. Стран, которые являются постоянными членами Совета Безопасности ООН, которые получили эти места в Совете Безопасности ООН только потому, потому что тогда их войска, их солдаты ценой собственных жизней отвоевывали мир у нацизма. И что? Хоть слово, хоть предложение, хоть какой-нибудь маленький комментарий в социальных сетях. Знаете, что сказал представитель Госдепартамента США? Что он не в курсе. Он был очень занят работой на Генеральной Ассамблее ООН. Вы это верите? Нет. Потому что Генеральная Ассамблея ООН, во-первых, проходит на территории Соединенных Штатов Америки, в городе Нью-Йорк. Там газеты выходят, и сайты на английском языке работают. Еще телевизор тоже на английском же языке. Во-вторых, внутри штаб-квартиры неплохо работает интернет. Вы верите в то, что Госдепартамент США мог этого не заметить? Ведь речь идет о ближайшем союзнике, соседе Канаде. Вы верите, что Соединенные Штаты Америки не могли заметить то, что происходит у них под носом, когда суют свой нос в дела стран, которые находятся за тысячи километров от США, которые не связаны с США союзническими обязательствами, не входят с ними в одни и те же военно-политические блоки, которые не хотят иметь ничего общего с Соединенными Штатами Америки. Но Соединенные Штаты Америки постоянно вмешиваются в их дела, копаются в их внутренней политике и бесконечно осуждают нарушение прав человека там. А Канада? Канада же рядом, там же все по-английски, там же даже и переводить не надо. А тут вообще неважно, на каком языке шла речь, это же были аплодисменты нацисту. Нет, мы не слышали, и я думаю, мы никогда не услышим ничего ни от Даунинг-стрит, ни от Белого дома, ни от Елисейских полей на этот счет. Это же не третировать российских журналистов. Это же нацист внутри канадского парламента. А это, как вы понимаете, для них святое. Это, конечно, скандал то, что западное сообщество, то, что постоянные члены Совета Безопасности ООН никак не прореагировали на этот выпиющий факт поддержки неонацизма. И отказ от официального осуждения, чествования ветеранов дивизии СС Галичина со стороны великих держав – это позорное явление, их обличающее. До предательства памяти простых американских солдат, которые отдали жизнь борьбе с нацизмом. Французских солдат, британских солдат. И, конечно, это цинично выглядит на фоне внимания администрации США к право человеческой проблематике и борьбе с антисемитизмом. Это все не просто на словах, это все на словах тогда, когда выгодно и нужно. А потом все. Страницу переворачивают и забыли. Сколько сказано про Холокост, сколько мероприятий проводится, сколько денег тратится. Законы принимаются даже об отрицании, невозможности отрицания или преследовании на законодательном уровне отрицания Холокоста. А вот вам вопиющий факт, который не увидели, не заметили, не комментируют. Сам факт подобной избирательности в оценках и суждениях в очередной раз демонстрирует циничный расчет и системный подход к организациям подобных мероприятий в Канаде. И нет никаких сомнений, что они продолжатся, как и всемирная поддержка этой страной, которая бежит впереди США, неонацистов в Киеве. Пора бы уже, конечно, центру друзей Симона Визенталя и другим хранителям памяти о жертвах Второй мировой войны, как они говорят, жертвах Холокоста, им пора осознать. Сначала они, нацисты, пришли за русскими. Потом придут и за ними. Придут за вами. Вы считаете, вы гарантированы? Нет, конечно. Хотелось бы отметить, что заигрывания с нацистами и систематические враждебные выпады от ТАВы без последствий не останутся. И дело не ограничится протестами. Неизбежно скажется все это на российско-канадских отношениях. Они и так пребывают в глубочайшем кризисе из-за позиции от ТАВы. Мы рассматриваем Канаду как крайне недружественное государство, власти которого запятнали себя пособничеством нацизму. Придав собственную историю, мы будем соответствующим образом выстраивать нашу политику. Продолжение следует...